В Ингушетии стремительно развивается спорт, причем не только физический, но и интеллектуальный. Шахматы стали любимым способом времяпрепровождения для большинства ребят, в том числе благодаря федеральному проекту «Шахматы в школе», который активно реализуется на территории нашей республики с середины 2016 года. 300 комплектов шахмат были вручены 30 школам в рамках этого проекта. Желающих освоить новый вид спорта оказалось больше, чем кто-либо ожидал. Настоящий шахматный бум произошел в республике за последние несколько лет, отмечают тренеры. Игра увлекла ребят настолько, что даже после уроков они спешат в ближайший шахматный клуб. Мои соперники очень серьезные, хорошо играют. Именно надо массу усилий, чтобы его выиграть. Я сделаю все возможное, чтобы победить. Шахматам все возрасты покорны. Опытные назрановские гроссмейстеры посещают республиканский шахматный клуб. Между тем все основные соревнования проходят в сельском поселении Троицкое, в клубе «Ади Ахмат». Открыт он был три года назад. С тех пор здесь многое изменилось. Было объявлено по школам, по республике, что вот есть такое место, можно приходить, заниматься. И набор детей пошел. Сначала вяло, конечно, там пять человек ходили стабильно, у нас потом десять их стало. Сейчас у нас уже спустя три года в две смены мы ведем тренировки. Число желающих посещать клуб растет в геометрической прогрессии. Сегодня тренер проводит очередной мастер-класс для новичков. Команда готовится к предстоящим турнирам. Смысл в чем? На этот ход ты тоже толкаешь. Будет ферзь, ты проводишь шахмат. Если ты хочешь шахмат, то именно отсюда ты сможешь вот так. Теперь ты обязательно проводишь шахмат. Шахматисты из Ингушетии участвуют в республиканских, межрегиональных и всероссийских турнирах. Многочисленные кубки и награды тому подтверждение. К примеру, Марета Тзаурова – участница всероссийского турнира, который проходил в апреле этого года в Сочи. Шахмат. Своими юными гроссмейстерами здесь очень гордятся. Интеллектуальным способностям Марета тренер не перестает удивляться. От партии попросила себя не отвлекать. Девочка, прямо как Цезарь, умудряется делать сразу два дела одновременно. Мама мне посоветовала сходить на шахматы, посмотреть, что, как там. И тренера мне показывали, как там ходить. Я постепенно научилась играть в шахматы. И так мне стало интересно. Я все свое свободное время стала проводить с шахматным столом. Магомед Исмурзиев – не менее талантливый игрок. Мальчик разыгрывает партию с самим собой. Это позволяет открыть в себе новые возможности, признается Магомед. Я разыгрываю обычно свои партии, смотрю на них, как играл. Но я думаю, что лучше учиться на своих ошибках. Двое застывших с фигурами на самом деле неподвижны лишь с виду. Активный мыслительный процесс выдают беспокойные движения рук и бегающие глаза. В голове у игроков целая система продуманных наперед ходов. Мир вокруг для них словно перестает существовать. С 2015 по 2016 год на базе 30 школ в Республике открыты шахматные и спортивные клубы. Проводятся фестивали и мастер-классы. А для дальнейшего развития и популяризации шахмат в регионе в этом году будут открыты дополнительные секции. Открытие клубов стало возможным благодаря подписанию соглашения между Минобором России и правительством Ингушетии. О создании для детей в сельских школах Республики условий для занятий спортом, в том числе шахматами. Марина Муталиева, Хаваш Гойгов, Новости 24.